Здравствуйте! Сегодня мы перезапускаем новости и теперь это будет так. Сегодня в выпуске вы узнаете чем порадовал нас болгас рестайлинг от висман и новинка ренай Балтийская газовая компания выкатила сразу 6 моделей колонок такие как 4508 4511r 9 11 болтгас комфорт и обновленная легенда 4510 Ниву 9 вы уже могли видеть у нас на разборке в одном из предыдущих видео в этот раз к нам приехал болтгас комфорт 11 в ближайшее время мы с вами посмотрим из чего он состоит Производитель позиционирует данное оборудование как российское я честно говоря не знаю где производятся микровыключатели и датчики но вот так выглядит производство теплообменников в армавире А вот и новые гидроузлы отечественного производства на первоначальном этапе с ними возникли небольшие проблемы которые очень быстро устранили есть них один небольшой недостаток который мне не нравится это отсутствие предохранительно сбросного клапана он же штуцер для слива но как говорится первый блин комом не будем зарекаться но в последнее время болтгас меня не очень радует но с данной линейкой у них все впереди висман похоронили витапент 100 управление в котором осуществлялось вращением ручек как их любили пользователи старшего поколения на смену ему пришел как вы думаете какой котел да да это витапент 100 но панель управления у него теперь кнопочная чем-то похоже на про термов скую это кнопки мод плюс-минус и окей котел выпускается в мощностном диапазоне от 12 до 34 киловатт в одноконтурном и комбинированном исполнении со вторичным пластинчатым теплообменником он конечно же остается котлом премиум класса стоимость комплектующих соответствует но аутентичные ручки все же вызывали большее доверие реной выпустила новое поколение газовых котлов серии rmf продукция надежно себя зарекомендовала странах азии посмотрим что будет у нас данный котел выпускается мощностью от 19 до 42 киловатт в принципе реной как реной но теперь у него есть несколько вариантов пультов стандарт deluxe и вай фай стандартный пульт позволяет полноценно управлять котлом и теперь он цветной в deluxe появляется возможность недельного программирования и еще больше экран ну и вай фай аналогичен предыдущему но с ним пользователь может управлять котлом с приложения на смартфоне или своего компьютера из любой точки современные опции это конечно хорошо надеюсь с качеством тоже будет порядок и самая главная новость на сегодня не забываем про проводимый нами конкурс о нем мы рассказывали в конце предыдущего видео крутой термостат от арестон может быть ваш для этого необходимо быть подписчиком нашей группы энтузиастов вк на канал youtube и оставить комментарий под видео ссылку на которое мы кинем в описании достаточно дать понять что вы в игре еще раз желаю всем удачи ну и на этом все всем спасибо до свидания